всем привет это вами алексей и сегодня у нас очередной выпуск нашей программы боль антикейсы о том как не надо делать бизнес напомню почему мы снимаем потому что всем же в принципе надоело рассказывать про красивые кейсы я сделал то-то то-то я получил такой-то результат у меня тут миллиард момент или а там еще миллион вот как-то мы с ослана нашли ли собрались и подумаю что неплохо бы запустить все таки проект по то как не получалось но и заодно спасите фишки какие-то истории которые помогают людям расти растать на лицо лучше сильнее выше красивее и успешнее первая боль это видимо скриптовать и узнавать куда 3 точно фиксироваться где-то вообще находишься и сегодня у нас в гостях замечательная девушка евгения ронжина мы с ней очень давно знакомы и тут недавно и предложил поучаствовать передачи она согласилась или не с радостью тоже это узнаем же не скажи пожалуйста вот честно первое в первое что увидел когда спел чтобы она как увидел как ты замечательно похудела вот расскажи как ты этого достигла это мне кажется вообще реально ну размером на 3 на 2 точно я перехожу перехожу на новый образ жизни то есть у меня никогда не было особых там сильных экспериментов с диетами и так далее ты все как-то жила всегда в своей волне а то худела то поправлялась то худела только как это знакомо да а сейчас поняла что просто встретилась систему которая не локально решает какую-то задачу проблему там весы или еще чего-то или живы сна а все в комплексе и я сейчас это все на себе испытываю понимаю действительно что все эти одно смотришь полтора малахова очень интересный метод и подбираюсь к очень интересным штукам если подразумевает твой блог об этом можно чуть подробнее а давай расскажите сша давай сначала а вот очень интересно стоит уходила никто не худела а вот почему худела почему потом обратно вот какой давай с точки зрения посмотрим антикейс мне кажется наши женского теле нашего канала это будет весьма интересно вот в чем же были ошибки почему вот обратно вес возвращался у меня кстати все наоборот обычно летом например худею до зимой поправляются в моем случае всегда наоборот было я летом на больше работы да потому что летом почему-то всегда больше работы и я думаю что вопрос не только в большей работе а еще потому что позже ложишься спать а когда позже ложишься спать знаешь как во время не уснул а позже этого сколько не знаю мой предыдущий образ жизни нормально было в час лечь спать насколько похудел а я на 14 на 14 до у нас скоро бой с петровым осиповым я тут заболел ну сначала в америку петр ездился ты помнишь потом соответственно мы готовились усердно все потом соответственно я к сожалению заболел за дней за 10 лет и тренировался тоже она те самое страшное заставить отдыхать самое-самое вот когда готовишься к какому-то такому событию спортивному самое важное что делать заставить отдыхать мне кажется недавно общался с одним олимпийским чемпионом по по борьбе и я всегда когда мастеров спрашиваю спрашиваю слушай а что же являлась причиной успеха то вот мне интересно и он что так знаешь там у нас сидел несколько человек ну давайте угадайте вот как думаешь что на самом деле самое важное для спортсмена я не такие кто там техника быстрота там мышление там скорость там заядь уверенность сила воли там техника тренер он говорит не 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 самое важное это правильный режим питания и сна соглашусь вот это то от чего собственно я сейчас отталкиваюсь совершенно расскажи вот 10 килограмм за сколько за месяц за месяц здесь это круто это не рекорд я знаю людей кто больше это не правда слушая ну давай расскажи я так понимаю что как-то это на тебя сильно повлияло и судя по всему ты как-то еще наверное в эту сторону и потихонечку двигаться своим проектом расскажи вот как все это случилось за 10 килограмм за месяц 10 какие-то маленькие розовые таблеточки да почти нет совсем не о таблеточках мы ездили на пробуждение на алтай нашего весь же квартального выезда бизнес молодости как ты знаешь если кто-то из аудитории не знает и собственно говоря там столкнулась с одним из людей которого я очень сильно уважаю и он был в пищевой паузе третий день что такое пищевая пауза пауза это тогда когда ты вообще не кушаешь чисто на воде я думаю боже мой как можно три дня не кушать вообще не представляю что такое горы сколько дней собирать 10 дней я думаю боже как можно 10 дней не кушать но в итоге когда мы поговорили слово за слово слово за слово и я понимала что меня эта система чем-то цепляет именно не пищевой паузы а все что что стоит за этой пищевой паузой у моей приседской есть такая диета называется не жрать не ждать и спать при этом и сразу по возвращении я встретилась с тем наставником собственно городским михаил тот знакомый которым я говорю проходил эту программу и собственно игра что у меня срезонировал мясо резонировала что этот подход комплексный я слышала везде где-то частями не кушать после шести ну как бы локально не кушать после шести мало что решает или там пить два литра воды это кстати единственный эксперимент который осознанно пыталась внедрять свою жизнь это пить воду я даже скачивала себе water balance приложение и замеряла сколько я пью воды но все равно второй литр он заходит туго обычно то есть как бы ты прям уже вот вам еще стаканчик вот а тут все так органично сочетает в себе и белково-углеводные кислотно-щелочную и режим сна и так далее и подход он совершенно разных сторон и с исторической стороны из биохимии из вот в коробке давай ты ты тезиса три главных вещи с которых стоит начинать это ложится в 5 ложится в 10 вечера чтобы в 11 крепко спать и в 5 утра вставать это связано с выработками основного гормона который является базовым для всем остальным и выбросом энергии земли в третье второе это не кушать после 6 и третье самое наверное главное хотя здесь невозможно сказать что самое главное это питаться по чувствую истинного голода что такое чувство истинного голода это когда ты не встаешь и говоришь мне надо позавтракать или мне надо пообедать или мне надо поужинать ты чувствуешь свое тело и думаешь хочешь кушать окей выпил стакан воды если чувство голода пропадает то ты не кушаешь если чувство голода пропадает то ты кушаешь иначе так мы на сегодня поняли ты основных более или ты антикейса в еде значит в 10 11 спать позже не надо сейчас мы не ложимся после 6 не есть эти вот нашу прям не за приезжаешь на ночь реально кушать хочется так что живот сводит один какой-то фрукт моно питание называется например да само собой сама себя перевариваю обычно на двух яблочках не останавливаешься обычно два яблочка не распаковывают так питаться на самом деле по воде кстати от яблок меня тоже самое от яблок еще больше есть хочу поэтому я яблоками короче пить много воды понял хочешь поесть попей воды и соответственно попить воды если есть чувство аппетита и истинный голод это если например через некоторое время все-таки начинаешь чувствовать именно голод а не аппетит организма на первичных стадиях не отличает жажду от голода и поэтому когда он тебе подает сигнал тебе кажется что он хочет есть на самом деле он хочет пить в большинстве случаях да супер мне очень нравится ну и как же это повлияло на всю твою оставшуюся в смысле дальнейшую жизнь на все твои оставшиеся вот постановка ты знаешь что еще рано встаешь до вставать 5 утра ложится здесь а что ты делаешь вот с пяти до восьми примерно когда на работу выезжать но когда я встала на проблема потому что ну как бы не знаю для кого проблема мне кажется мне еще десять часов давай в сутки я найду чем заняться но во-первых действительно в первое время появляется ощущение того что прибавился очень сильный день потому что утренние часы они гораздо продуктивнее вечерних часов когда я одна в семье вставала в пять утра было выгоднее потому что суеты меньше и я успевала сделать там зарядку сходить в душ не спеша со всеми процедурами приятными чтобы зарядиться надеть разобрать почту в тишине пока еще не отрывают никакие звонки и все на ключевые задачи до выписать ключевые задачи и отправить всем письмам эти ключевые задачи расписаны что ты просыпаешься у тебя ватсап сыпется в почту сыпется уже задачу да то да ну вот те кто просыпается в этом смысле когда сейчас в штаты улетали очень неприятно просыпаться потому что там как бы на 10 часов меньше было у нас и когда ты просыпаешься тут уже середина рабочего дня и ты берешь телефон чтобы посмотреть время у тебя уже 200 сообщений в ватсапе ты такой вот поэтому шикарно и как же это все-таки изменило твои там бизнес-планы как вот этот интересный как это изменило твои твою жизнь в бизнесе как ты изменила повлияло как-то повлияло нескольких аспектах во первых появились дополнительные проекты которых у меня раньше не было убрались те лишние проекты ну который мне начинать сейчас кажется лишними и в текущих проектах я по-другому сейчас приоритизирую свое время вместе вместе с лишним весом ушли лишние проекты прибавились другие конечно но застраиваем хорошим фундаментом если раскрывать подробнее мысль то за счет того что ты стал внимательно относиться к своему времени например не позволяет себе до часу ночи заниматься какими-то дополнительными делами которые ты не успел в основное время сделать автоматически эти проекты убираются то есть как бы все ты лег спать ты не успел что-то по ним сделать ты не успеваешь что-то по ним делать например значит это не твое значит не нужно вот и появились проекты то есть я так стараюсь выстраивать это будет не про ошибки это будет на оборот про идеальные старания да я стараюсь выстраивать так свои проекты чтобы они были частью моей жизни чтобы они меня дополняли и поэтому связи с новым образом жизни появились новые проекты которые связаны с этим новым образом жизни мы сейчас стартовали в москве фитнес гик кэмп это проект который в украине существует уже второй год они провели уже 17 этих кэмпов это выезд на четыре дня каждый месяц на четыре дня ты выезжаешь это весь день спорт спа свежий воздух хорошая компания бани так далее я считаю что в нашем темпе это просто жизненно необходимо когда это еще происходит все в компании приятных людей здоровых для мужчин для женщин и для тех и для других это смешанные компании то есть там нет такого что типа чисто девочки или чисто мальчики потому что тренировки и функциональные и йога тренировки и бег то есть это универсальные программы а что отличает эти программы уровень аудитории которые туда приходят то есть мы не позиционируем это как лагеря там или выезды для похудения или для освобождения от своих там каких-нибудь женских заморочек или мужских заморочек или еще чего-то или где собираются уставшие люди нет туда собираются люди которых в принципе все хорошо в жизни и они могут себе позволить 4 дня так или иначе но человек который позволяет себе как минимум на четыре дня вырваться раз в месяц отключиться от текущих дел это уже человек который психически психологически и финансово более здоровый нежели какие-то группы по похудению там еще чего-то согласен ну так что приезжает вот наша вот а чем это отличается но почему я не могу делать то же самое у себя дома не за вас на выходные куда-нибудь ездить баньку побегать там почему вот ехать фитнес-путкент можешь собственно говоря съездить я понимаю цель нас точно так же как во всем остальном окружении все что угодно можно делать самому можно всю жизнь прожить самому другой вопрос какое удовольствие ты получаешь от того когда ты один что-то делаешь или от того когда ты делаешь что-то в компании я например и все мое окружение это люди которые любят компанию и любят проводить время в приятном окружении мы делимся друг с другом всякими штуками которые так или иначе то есть я считаю что когда есть окружение сильных людей то эффект один плюс один равно 11 1 плюс 1 плюс 11 11 вообще они 0 5 обычно поэтому в этом одна из фишек мне кажется успеха у тех кто умеет создавать когда следующий будкин а вот ближайший будет кем к нашему интервью я не знаю когда она выйдет это в ноябре то есть 10 13 ноября а позже мы собираемся делать ежеквартально в россии пока а где будет выходить сколько стоит а мы сейчас проводим всегда под этим буткемп подбираются лучшие места поэтому в этот раз мы проводим в редисон завидово вот стоит если двухдневная то 20000 то есть можно приехать только на выходные а если полная программа четыре дня то 37000 соответственно человека и вей и пакет это люксовый номер в редисоне 60 тысяч рублей понятно ну то есть сам понимаешь это сегмент тех людей где действительно все будут улыбаться и приседать где-то почитать об этом поподробнее можно до фитнес-гик-кэмп . москву . повесена из кому-то будет интересным и ссылочку повесим под видео можно будет найти посмотреть суши ну и вот в завершении все-таки скажи пожалуйста но все-таки вот еще из бизнеса что-то вспомни какие-то но вот epic fail это же интересно же вас таким чтобы с напутствием вспомнить не было конечно не я пытаюсь вы не самые большие датом и запоминающиеся ну то есть кофе на рубашку не считаются до кофе на рубашку не считается кофе на рубашку мужу тоже не считают хорошо наверное самое большое из таких вот для нас финансово ощутимых было это когда мы стопроцентно доверились бухгалтеру и наемному генеральному директору а везде они были оформлены в банках так далее и не следили за тем что происходит со счетами и когда мы уволили директора у нас осталось работать этот бухгалтер хотя она была с пришедшие с директором у нас просто начали выходить деньги с банковских счетов а мы не могли это остановить потому что являясь учредителем например но не являясь бухгалтером или генеральным директором ты в банке не можешь остановить платежи то есть мы столкнулись с таким парадоксом что мы приходим в банк и вот смотрите это наша компания мы сейчас увольняем этого директора остановить эти платежи они незаконно выводят деньги а нам в банке говорит мы не можем это подпись за подписью генерального директора за подписью главного бухгалтера вы здесь как учредитель никто значение имеет только генеральный директор и только бухгалтер это вот наверное из таких эпик фейлов бизнесовых было самое большое. И когда ты видишь, что денежки уходят, то ты ничего с этим сделать не можешь. Много ушло? Ну, около полумиллиона. На тот момент это были для нас ощутимые деньги. Понял. Доверяй, наповеряй и контролируй. И как сейчас можно решить эту проблему, если у тебя генеральный директор, а ты не являешься не генеральным директором? Есть какая-то схема решения по вопросу? Ну, какое-то соглашение с генеральным, какую-то доверенность или еще что-то? Или только это? Я не знаю такого способа решения сейчас, кроме одного контролировать выписки с расчетных счетов, чтобы вовремя замечать такие штуки. То есть поставить банк Лент себе на телефон, да? Ну, как вариант, в зависимости от количества платежей, которые у вас проходят. В текущей ситуации, конечно, если я такого уже позволить не могу, в текущей ситуации это уже только доверенные, проверенные сотрудники на полиграфе и так далее. Что у тебя сейчас болит? Ну, вот в переносном смысле этого слова. Вот на чем твой фокус сфокусирован? Где у тебя больно? Где точка роста? Команда. Самое больное, мне кажется, сейчас это команда, потому что идет большая перестройка функционала и не все люди способны приживаться в новых условиях. А как ты выкручиваешься? Ты же бизнес не останавливаешь, команда как-то растет. А первое за счет того, что это начинает отнимать больше твоего времени? Хочешь, я скажу сейчас фишку, как быстро понять, кого надо оставить, кого надо уволить? Напиши, уволь всех, а потом пойми, кого ты нанимешь. Нет, нет, нет. Если ты о ком-то из команды больше 10 минут в день думаешь с точки зрения негатива, это первый признак. Значит, первый выписываешь. Второй, если он к тебе пришел бы сейчас увольняться, ты с каким бы радостью или с огорчением бы воспринял бы эту историю? И третий признак, если бы он приходил к тебе снова наниматься, ты бы сейчас его наняла. Если на все ответы вопрос очевиден, то сразу очевидно, что нужно делать. Да, с одной стороны. С другой стороны, если честно, я сейчас смотрю больше на себя в плане того, каких навыков мне не хватает для того, чтобы в команде появлялись больно сильные люди. Потому что навыки управления, когда ты собираешь свою команду, это то, что тебе приходится прокачивать все равно в себе. И это не всегда решается вопросом, кого бы ты уволил, а кого бы ты не уволил. Потому что я наблюдала и обратные случаи, если говорить об каких-то там эпик фейлах, что ты приводишь человека, который вроде бы сильный, но им все равно нужно управлять в команде, то есть выстраивать цепочку контроля и так далее. Потому что иначе происходит откат. И я сейчас, наверное, больше сконцентрировала на том, как мне выстроить свою работу, чтобы мне с одной стороны не быть в ежедневном операционном управлении, а с другой стороны уметь прокачивать эти операционные навыки. Какая-то вот сейчас такая для меня лично очередная спираль. Короче, развитие – это боль. Я на вчерашней тренировке думала о том, что действительно развитие – это боль, первая мысль. Потому что через тело ты лучше всего понимаешь, как устроен бизнес. Ты понимаешь, что твои мышцы развиваются тогда, когда ты уже максимально устал, когда максимальное напряжение идет. Но с другой стороны, я вчера задалась вопросом во время тренировки. Постоянно ли мы должны быть в таком напряжении? Ведь мы говорим, что бизнес должен постоянно расти, потому что если он не растет, то он деградирует. Но с другой стороны, мы как люди, как тело, не можем находиться в постоянной нагрузке. И где эта грань между тем, чтобы находиться в постоянном развитии в своем деле и в тем, чтобы еще продолжать жить вообще и сохранять свой организм? И если перекладывать аналогию с спортом, то все становится очевидно понятно. Ты же не тренируешься так, чтобы постоянно быть на пределе. Ты чередуешь состояние на пределе с отдыхом, с кардио, со статикой. И в бизнесе, видимо, оно происходит также. Есть моменты, когда тебе нужно совершить какое-то предельное напряжение, потерпеть, прорвать какой-то потолок и дальше дать возможность отключиться, отдохнуть и так далее. Поэтому я говорю, что, видимо, сейчас лично у меня какая-то новая спираль. Потому что были периоды отключения, а сейчас наоборот. Моя боль, если говорить о болях, это, наверное, степень включенности. Потому что я сейчас была в Штатах две недели и я планировала там заниматься творческими задачами. То есть сбор новых цепочек, поработать над продуктом, над тем, над тем, кроме встреч. А в итоге получилось, что я физически была там, потому что нам надо было провести ряд стратегических встреч, а всеми мозгами и задачами я была здесь. И вот это еще одна боль. Правила про это тебе в помощь. 20% самого важного, 80% самого неважного. Если будешь приноситься на самом важном, то недостатковыми... Или наоборот? Нет. На 20% того, что дает 80% результата, если ты будешь остыться на них, то недостатковыми не существует. Да, видимо. Видимо, бывают моменты, когда сложно определять, что самое главное. Все такое вкусное, да? Да, да, да. Ну что, друзья, спасибо. Спасибо, что были с нами. Комментите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. С вами был Алексей Воронин и Евгений Ронжина. Всем привет, пока.